Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой неделе. Миновали мы с вами одно из важнейших событий последнего времени. Состоялась встреча, симпозиум руководителей региональных ЦБ Джексон Холли. Очень много мы интересно услышали, как раз сегодня об этом мы поговорим, особенно сделав акцент на риторику Джанет Хиллен и на выступление еще руководителя японского регулятора Курады, который также намекнул нам на то, что политика сверхагрессивного экономического стимулирования, несмотря на все прежние опасения по поводу ее бездействия, может быть продолжена в совершенно новом ключе. Безусловно, это хороший знак для тех трейдеров, которые делают ставку на рост доллара и особенно торгуют через длинные позиции по паре USD и иена. Поскольку, собственно, торговая сессия пятницы вместе с тем, что сказала Джанет Хиллен и с тем, что мы услышали от господина Курады, получается, позволяет нам сформировать уже такой единый посыл, который будет на контрасте монетарных политик и выступать чуть ли не ключевым катализатором для восходящего движения этой валютной пары. Хочу также отметить, что в прошлой неделе, как вы, безусловно, заметили, как мы, собственно, ждали, то, что выступит Джанет Хиллен, она нас обязательно порадует. Мы не позволяли рынку навязать нам позицию того, что в ходе ее выступления никаких намеков на ужесточение политики до конца этого года не будет сделано. Мы гнули свою линию и я рекомендовал вам не отказываться от длинных сделать по доллару, поскольку эти, опять же, трейды были наиболее перспективные и имели хороший потенциал для профита. И, наконец-таки, мы с вами ушли на выходные, получив приличный заряд бодрости и импульс восстановления по паре USD и иена. Буквально до закрытия торговой сессии пятницы мы видели, как доллар и японская иена все карабкалась и карабкалась выше. И, в целом, по итогам, мне показалось, что один из самых лучших результатов, который был свойственен для валютных пар. В частности, с минимальных значений, вы помните, была локальная просадка, даже мне стало страшно, не пойдет ли USD еще ниже, когда пара коснулась поддержки 100 иен за доллар, и после этого, получив импульс восстановления, ушла в район 102. И сегодня мы видим, как рост продолжается. Уверен только, что это начало, и я думаю, что наш фундаментальный, конкретный подход, которого мы придерживаемся, должен способствовать тому, что по USD иене мы сможем забраться еще выше. Но об этой паре мы, безусловно, поговорим. У нас все-таки есть привычный сценарий, давайте от него не будем отказываться. Хочу воспользоваться возможностью сделать акцент на то, что эта неделя у нас обещает быть не менее волатильной и интересной, поскольку на этой неделе мы с вами будем анализировать данные по индексу потребительских цен Евразоны. Для тех, кто позабыл, напоминаю, что именно отчет по инфляции является одним из основных стимулов, но все зависит от статистики, чтобы Европейский Центральный Банк рассмотрел возможность дополнительных мер экономического стимулирования, потому что мы знаем, что низкая потребительская активность, те крайне низкие значения и слабые инфляционные ожидания, они, собственно, и выступили уже причиной, из-за которой европейский регулятор задействовал программу количества ускорчений, постоянно продлевает ее сроки, даже периодически увеличивает объемы и регулярно снижает процентные ставки. Правда, таких агрессивных действий мы не слышали уже очень давно, но продолжаем надеяться на то, что Европейский Центральный Банк все-таки осознает необходимость того, что нужно еще немножко поддержать экономику, может быть, через дополнительное снижение процентных ставок. Поэтому для долгосрочного трейда, как вы помните, именно эта идея неизбежности новых экономических стимулов остается определяющей для того, чтобы евро-доллар оставался под ключевым давлением с потенциалом хода ниже поддержки 1.10. На этой неделе, как я уже отметил, индекс потребительских цен, еще по американской экономике целый блок макроэкономических отчетов, в частности, будем следить за данными по рынку труда Non-Farm Perils. И если ФРС уже зарядил нас тем, что нужно анализировать последующие выходящие макроэкономические отчеты, будем это тогда делать. Тем более, что благодаря Джаред Йеллену мы уже практически не сомневаемся, что до конца этого года, но что-то остается относительно немного, мы сможем увидеть еще один шаг, который будет направлен на нормализацию денежно-кредитной политики. Также напоминаю, что сегодня в 16.30 по московскому времени состоится еженедельный вебинар «Правильный понедельник», где мы разбираем вдоль и поперек ситуацию фундаментального характера за прошлую неделю, смотрим на те отчеты, которые у нас на повестке, на которые стоит обратить внимание, после переключаемся на целевые ориентиры по наиболее ликвидным валютным парам. И я с большим удовольствием отвечаю на вопросы, которые у вас, возможно, уже появились, и вы хотите задать их в порядке тет-а-тет онлайн, а не оставлять ваши посты на форуме «Маркетс» либо под видеобрифингами. Я, собственно, всегда призываю вас к тому, что если есть какой-то насущный вопрос, сразу прямо вон на наш специальный канал на YouTube, под видеобрифингами, под ежедневным видео-анонсом основных событий, оставляйте ваши комментарии, я с радостью на всех отвечу. Поэтому сегодня в 16.30, если есть возможность, буду рад вас всех видеть, обязательно поприсутствуете. Если нет, не забывайте, что у нас буквально завтрашнего утра этот вебинар в порядке записи будет доступен также на нашем канале. Это для тех, кто не сможет, опять же, быть на нашем семинаре онлайн. Ну а теперь давайте переходить к нашему привычному сценарию. Начнем мы с нефти, ну а потом, с вашего позволения, перейдем на доллар японской юны, потому что совершенно ясно то, что именно фон вокруг доллара стал определяющим для прочих финансовых активов, да и даже для нефти. В частности, класса торговой сессии «Пятница» 49.86 по бренду, сейчас актив торгуется на отметке 49.54. Видим то, что бренд сохраняет по-прежнему потенциал для снижения. И хорошо, потому что мы должны видеть его ниже. Нам хочется видеть его ниже, мы понимаем то, что фундаментально для этого есть все основания. То, что держится пока сопротивление 50, это тоже хороший знак, поскольку преодоление этого рубежа может открыть дорогу для еще большего восходящего движения. Но пока все-таки медведи сопротивляются, они знают то, что в любой момент может прийти дополнительная поддержка, в любой момент к позиции распродаж бренда могут присоединиться большое количество трейдеров, которые усоединятся в том, что в конце сентября в Алжире будут достигнуты какие-то специальные договоренности. Хотя мы с вами говорим уже об этом практически целый месяц, и я снова возвращалась. Потому что нет никаких сигналов, нет оснований, кроме слухов, появляющихся на рынке, о том, что стороны договорятся. И, между прочим, в конце недели многие проигнорировали комментарии Саудовской Аравии о том, что как таковой вопрос, который предполагает сокращение объема производства, не включает в повестку обсуждения. Да и, собственно говоря, как таковой повестки даже нет, это ведь неформальная встреча. И, что еще важно, по, опять же, мнению Саудовской Аравии, сейчас текущие актуальные котировки, они не являются критичными и экстремально страшными для перспектив этого актива, и для тех экономик, которые зависят от стоимости на энерго сырье. Поэтому нет сейчас оснований, чтобы задействовать и принимать решения, согласованные меры такого сверхагрессивного подхода, как заморозку объемов производства, либо сокращение. Хотя, говоря про сокращение, мы с вами давно уже поняли, что такой позиции не может быть озвучена, учитывая интересы, опять же, ряда ближневосточных стран. Прежде всего, Ирана и Саудовская Аравия. Они работают в связке, и без Ирана не может эта идея быть поддержана Саудовской Аравии. А Иран, даже несмотря на то, что говорит, возможно, и сам, пулуарный спекулирует на этой теме, безусловно, не будет сейчас снижать выработку, тогда, когда они добрались еще до 4 миллионов баррелей в сутки. Отмечу также в качестве негативных факторов для нефти сейчас, конечно же, бодрый доллар, который получил, наконец-таки, поддержку. И эта поддержка имеет значительный потенциал. Потенциал, который мы будем реализовывать с вами дальше, по накатанной в ходе этой торговой пятидневки, по инерции, стараясь визуализировать, чтобы доллар отбивал пункты стоимостные у своих основных конкурентов. Тем более, что он получит для этого сейчас все основания. И если уже к концу этой недели мы получим еще поддержку от довольно неплохого отчета по Non-Farm Perls, тогда у нас будет еще один стимул, чтобы быть уверенными в том, что пара юзген окажется еще. Поэтому сейчас, если вернуться к нефти, в качестве, возможно, локального основного фактора давления, стоит отметить еще сильную американскую валюту. Вы помните, что под конец недели мы традиционно обращаем внимание на количество буровых в США. В частности, если вернуться к этому отчету, то 406 за прошлую неделю, собственно, столько же, сколько мы получили по факту уголкованных данных за прошлую неделю. Никаких изменений пока не произошло. Но дело акцент на то, что цены на нефть держатся на высоких уровнях, запасы продолжают расти. В частности, вы помните отчет от Минэнерго США на прошлой неделе, это позволяет нам предположить, что в ходе последующих недель мы будем наблюдать. Опять же, и увеличение объема производства нефти США, что является также причиной и параллельно еще и следствием того, что продолжает расти количество сланцевых буровых. Потому что очень много сейчас промышленников, нефтяников возвращается в этот бизнес, поскольку текущие ценовые уровни вполне рентабельны для него. Поэтому мы с вами ждем цифру повыше 406. Я думаю, что в эту пятницу мы увидим цифру уже с приростом. До этого у нас будут поводы последить еще за данными по запасам. Почему бы нам снова не сделать ставку на увеличение запасов и дополнительное давление. И если уж еще параллельно с сильным долларом мы получим комментарии по поводу снижающейся вероятности договоренности в Алжире, тогда появится весь тот мощный фундамент, от которого можно будет оттолкнуться и попытаться протащить бренд ниже 48 долларов за бар. Я считаю, что 48 это такое пограничное значение, после пробоя которого можно уже играть на еще большее снижение. Хотя наша снижение срочная цель, как вы знаете, это минимум 45 долларов за бар. Доллар против рубля 64.75. Здесь все без изменений, но пружина потихоньку, точнее она продолжает еще сужаться по инерции от того фундамента, который присутствовал ранее. Но мы понимаем, что она в любой момент может распрямиться, поскольку сейчас, каждым днем, мы, глядя даже на котировки нефти, понимаем то, что этот актив может очень неплохо просесть. И если опустить все прочие составляющие, налоговый период уже не актуален, как таковую тему это уже отыграли, рублевые ликвидности за последствия, и налоговые обязательства уже в целом исполнены, основные платежи прошли. Поэтому рублевый сейчас остается ориентироваться только на динамику нефти, а здесь мы с вами уже, впрочем, исключительно реализацию медвежьего потенциала. Поэтому доллар-рубль, закрепление выше 65. Если позвольте, на конец этой недели я считаю то, что пара сможет оказаться выше 65-50. На большую девальвацию, исходя из политической темы, пока рассчитывать не приходится. Но она скоро минует. Спустя, правда, месяца, не так уж и скоро. Но все, как вы знаете, относительно. Поскольку основной посыл идет на долгосрок, как только это произойдет, мы с вами сможем наконец-таки насладиться тем фактом, что рубль будет логично отыгрывать свою слабость. И мы увидим эту девальвацию, увидим долгожданное восходящее движение по паре EFDR выше 66 как минимум. Европейская валюта против доллара. Хотя давайте, прежде чем мы перейдем к евро, поговорим сначала о паре доллар-японской иены. Поскольку, как я уже отметил в начале этого вебинара, доллар-японской иены с учетом дневного хода в пятницу и той большей динамики, которую пара показывает на азиатской торговой сессии, сохраняет лидерство по росту. В частности, это лидерство сохраняет доллар. Теперь разберем фундамент, целостность, с которым мы работали. Если чуть-чуть придержать, опять же, Джанет Елен, я хочу отметить, с чем мы подошли к этому заседанию, с чем мы подошли к ее выступлению на симпозиуме в Джексон Холле. С ожиданием того, что очередная встреча руководителей региональных ЦБ будет для нас интересной, поскольку последние несколько лет именно так и было. Вы помните, что несколько лет назад, по-моему, больше двух, даже три года назад, сначала Драги сделал акцент на то, что рассматривается возможность более агрессивного выкупа активов, решения программного количества значения и даже низких процентов ставок. Вот мы сейчас видим, как все эти предложения реализованы. Мы помним, что когда-то на конференции в Джексон Холле руководитель ФРС Джанет Елен Бен Бернадке говорил о потенциале сворачивания экономических символов в отказе от программы количества значения и перехода к циклу повышения процентов ставок. Так оно и произошло. И вот Джанет Елен сейчас подхватил инициативу в ходе торговой сессии пятницы ее выступление перед буквально всеми заинтересованными и всей общественности, которая следила за столь важным финансовым событием, сделала акцент на то, что повышение процентной ставки возможно. Ну, в частности, если разбирать тезисно, как мы традиционно это делаем, ее выступление. На текущий момент статистика в целом позволяет принимать решения по нормализации денежных политических условий. для этого есть повышение ставки возможно и ФРС очень близко к цели по инфляции и максимальной занятости. То, что мы не увидели резкого укрепления доллара сразу после того, как стала выступать Елен, это еще было связано с ее комментарием по поводу того, что в случае ухудшения экономической культуры Центральный Банк США может рассмотреть возможность расширения спектра выкупаемых активов. Но трейдеры увидели в этом сигнал альтернативных действий, абсолютно противоположных, то есть не ужесточений, а смягчений экономической политики. Это несколько, скажем, ухудшило опасения перспектив нормализации денежной политики, но ненадолго, поскольку как только пара добралась до отметки 100 долларов, 100 йен за доллар, мы продолжили слушать Джанет Киллен и еще, не закладывая, опять же, потенциал ожидания, еще большее воздействие на рост американца оказали слова и комментарии Стэнли Фишера, который является вице-председателем ФРС. И вот в интервью Синьбейса он отметил, что до конца этого года ФРС не просто рассматривает возможности повышения процента ставки, а может сделать это дважды. Конечно же, на такой комментарий никто не настраивался, и поскольку этот жест потенциального ужесточения политики был сделан со стороны непосредственного руководства, как тут же мы увидели полученный оптимизм в отношении занятий длинных позиций доллара, трейдеры поперли в этот актив и, соответственно, затащили пару долларов японских иенок к тем уровням, на которых мы завершили неделю, это примерно 101.80 с небольшим. Но не суть важна, самый важный акцент, на который нужно было сделать ставку, это, конечно же, бурное движение восходящее и подъем с поддержки 100 иен за доллар. То есть этот уровень снова устоял, и это хороший знак в пользу того, что восходящее движение может продолжиться и дальше. Также отмечу, что помимо до того, как выступил ФРС и до того, как Стэнли Фишер поддержал нас как покупателей доллара, мы помним еще и комментарии Дадли, Локарда, Лоретта Мейстер, Паулса, которые также ратуют за возможность повышения процентной ставки, и я считаю, что это, ну, вероятность этого чуть ли не 100%, ну, как минимум одного до конца этого года. Это, безусловно, то, что мы хотели услышать. Это даже больше, чем мы хотели услышать, потому что Джанет Хиллен допустила возможность подобных изменений, Стэнли Фишер говорит даже о более серьезных шагах потенциального изменения монетарной политики. И в целом мы дальше следим за статистикой, как нам рекомендуют это делать представители ФРС. В пятницу еще вышли данные по ВВП, годовые значения плюс 1,1% на выражение, против прогноза также 1,1%. Здесь никакого негатива. Риндекс расходов на личное потребление, даже позитив плюс 2% с прошлого 1,9%. То есть статистика в целом продолжает нас, как бы, коф поддерживать. И на этой неделе у нас есть возможность зацепиться за еще более стоящий фундамент, это Non-Farm Pels в пятницу. Также динамика по росту заработных плат, еще более важный отчет, на который мы также традиционно обращаем внимание. Ждем хороших цифр. И если эти Non-Farm Pels поддержат наш оптимистичный подход, уверяем, что доллар-японская иена сможет претендовать даже на движение в район 105 иен за доллар. А почему бы нет, если даже за одну торговую сессию юздиена может показывать такое интересное движение, восходящее. Почему мы сегодня видим интерес к доллару снова, и такой активный на азиатской торговой сессии интерес, который может быть подхвачен на Европе и, соответственно, в США. Дело в том, что мы наблюдаем последствия и все еще резонирующее воздействие на финансовые рынки того, что было озвучено с остальной руководителя региональной ЦБ. Джанет Хеллен, большое спасибо. Стэну Фишеру, огромное спасибо. Это все торговая сессия пятницы. Но конференция в Джексон-Фолле продолжалась на выходных. И вот в субботу выступил председатель Банка Японии Курада, который дал четко понять, что японский регулятор продолжает следить за всеми потенциальными экономическими рисками, за экономической конъюнтурой и угрозами, которые идут извне. Не допустит экстремального укрепления японской валюты, поскольку готов принимать решения, предполагающие изменения монетарной политики, качественное либо количественное смягчение. Курада отметил, что самый лучший тандем стимулов, которые работают как нельзя лучше, это программа количественного смягчения и низкие процентные ставки. Вот как раз то, что используется. В целом, по его риторике можно было понять, что Банк Японии действительно может пойти либо на валютные интервенции, либо рассмотреть возможность уже по итогам следующего месяца еще одного снижения процентной ставки. Почему бы и нет? Тем более, что макроэкономическая картина продолжает ухудшаться. В частности, хотел бы рассказать про индекс потребительских цен, который вышел буквально в конце прошлой недели, но продержал этот отчет, потому что хотелось услышать позицию Курады. Вот я услышал, сейчас, возвращаясь к этому отчету, говорю, то, что на прошлой неделе, когда вышли данные по инфляции, оказалось, что индикатор снижается пятый месяц подряд и на текущий момент составляет минус 0,5% в годовом выражении против прогноза рост до 2%. И это куда хуже того значения, которое было год назад, тогда была значительно плюсова территория, даже больше 1%, по-моему, 1,2%, если бы не изменять память. И вот такое резкое сейчас снижение, провал политики Синза Аббе и, к сожалению, Курады. И, возможно, как раз анонса неизбежности, даже несмотря на критику со стороны казначей США по поводу раздувания революционных войн, но все-таки неизбежных действий, которые могут быть приняты японским регулятором. Поэтому мы с вами ждем то, что это случится, это произойдет, возможно, уже по итогам следующего месяца. И если даже помимо понимания, что доллар должен расти, исходя из ожидания повышения процентной ставки, мы еще будем делать акцент на то, что и Япония может отметиться, но не в ключе, конечно же, ужесточение монетарной политики, а, напротив, смягчение, тогда USDY у нас будет, возможно, одним из самых интересных дуэтов валютных активов, потенциал роста которого мы просто обязаны использовать. И ни в коем случае его нельзя упустить. Поэтому я призываю вас к тому, чтобы рассмотреть возможность занятия отдельных сделок, зайти в сделку на долгосрок и ждать как минимум отметки 105 йен за доллар, до тех пор, пока держится сотка, у нас нет никаких опасений, никаких доводов и, собственно, предпосылок для того, чтобы ситуация изменилась и японская валюта стала снова активно дорожать, а доллар, напротив, терять. Поэтому, возвращаясь к динамике доллара, доллар получил поддержку и теперь проводим параллель с рисковым инструментом. Конечно же, на фоне роста американца, как мы предполагали, риску пришлось отступать. Евро, фунт потеряли по итогам дня и с текущей динамикой около 150 пунктов от своих локальных хаев. Сейчас пара евро-доллар торгуется на отметке 1.12.05. Мы понимаем то, что евро остается потенциальным аутсайдером. Я надеюсь то, что если доллар не справится на этой неделе до среды задачей дополнительного пресса на европейскую валюту, с этой задачей могут справиться данные по индексу потребительских цен еврозоны, которые выйдут в среду, поскольку я считаю, что, скорее всего, индикатор снова просядет, а снижение индекса и его по-прежнему нахождение ниже с нулевым значением будет сигнал в пользу того, чтобы 8 сентября европейский центральный банк в ходе пересмотров основных параметров денежно-кредитной политики задумался хотя бы об анонсе того, что мы можем увидеть и дождаться новых мер экономического стимулирования. По евро-долларам для тех трейдеров, которые хотят рискнуть и получить максимум прибыли, можно занимать короткие позиции сейчас, хотя это нужно было делать гораздо раньше. Для тех, кто хочет получить более очевидно с точки зрения результативности уровень для обхода в эту сделку, нужно подождать снижение ниже отметки 1.11, только после этого действует. Фунт против американцев 1.3124 сейчас котировки, также, как уже отметил, примерно около полутора фигур фунт потерял против доллара. В пятницу еще вышли данные по ВВП, в частности, как и ожидалось, квартальная оценка 0.6%, что касается годовых данных 2.2. В целом, можно сказать, что отчет оказался довольно неплохим, но вы должны понимать, что эта оценка на основе тех данных, которые были еще собраны до реклиентом 23 июня, поэтому она не имеет ничего сейчас показательного. А вот на этой неделе у нас индекс диалоговательности в производственном секторе, который уже просел до минимума, по-моему, с 2009 года, по итогу прошлого отчета, в строительном секторе, также минимальное значение за несколько лет. И спустя неделю, по-моему, в следующий вторник, у нас индекс диалога активности в серии услуг по Англии, а там, как вы помните, минимальное значение с 2008 или даже 2007 года. Как раз эти индикаторы уже явно нам сигнализируют о том, что Brexit, хоть еще не с полным потенциалом, он уже привел к определенным негативным трендам макроэкономической статистики. Я думаю, что как раз Банк Англии, когда снижал процентную ставку, когда рассматривал возможность в перспективе еще больше экономических стимулов, он как раз исходил из индикаторов диалога активности, поскольку они же формируют показатели ОП в будущем. То есть, если на этой неделе по производственному сектору и строительному мы увидим снова снижение, значит, будем готовиться к такому же плохому отчету по сфере услуг и неизбежности того, что Банк Англии снова будет снижать процентную ставку, доведя ее до нуля ровно. Поэтому фунт у нас будет оставаться аутсайдером, и мы с вами, как и ранее, ждем поддержки на уровне 1.28. По другим валютным парам австралийц оказался под давлением, так же, как и Новозелайнс по причине крепнувшего доллара, аут USD 0.7550, ждем поддержки 0.75 NZD, USD 0.7243, здесь и ждем поддержки 0.70. В этот четверг выйдут данные по индексам дела активности производственного сектора Китая, по версии сначала 1.100, потом и Кайхинг. Я жду снова слабости от отчета, жду подтверждения, что Китай продолжает находиться в такой макроэкономической прострации, и я жду, что именно Китай станет еще одним причиной, еще одной причиной через слабую статистику давления на нефть и давление на валюты стран океании, которые очень сильно зависят от благосостояния китайской экономики. То есть жду, чтобы австралийцы Новозеландии стали активны по факту этих отчетов терять. Что касается сегодняшних данных, у нас в 15.30 расходы на личное потребление, личные доходы в США, в 3.30 это уже следующая торговая сессия, то есть вторник утра, а можно сказать даже ночь по московскому времени, 3.30. Если есть возможности, понаблюдайте за отчетом по ручным продажам в Японии. Я считаю то, что нам просто гарантированы слабые ручные продажи, исходя из прошлой просадки на показатели инфляции, которые отражают как раз потребительскую активность. Если мы увидим плохую статистику, значит как раз те самые стимулы, о которых я говорил, экономического смещения со стороны Банки Японии будут еще более актуальны. Как раз этот отчет может стать причиной дополнительного роста пары доллара и японская иена. Кодовое слово на сегодня. Офис. Величина бонуса 15% действует он до следующего брифинга, который состоится, как и всегда, в прямом эфире в 9.30 по Москве завтра. На этом все. Хочу пожелать вам, как и всегда, прибыльных сделок, попутного тренда. Не забывайте, что сегодня в 16.30 состоится вебинар, правильный понедельник. К основу вас всех приглашаю. Ну, тогда, если не сможете присутствовать, тогда запись, либо завтра в 9.30, также в прямом эфире, только уже на утреннем брифинге. На этом все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...